Срок подачи претензии. Это обман. Я в этом видео вам расскажу об очередной уловке, хитрости, которую используют магазины. Называется она срок подачи претензии. И это, да, обман, введение в заблуждение и, соответственно, дезинформация покупателей, потребителей, нас. Итак, благодаря вам, благодаря моим зрителям, мне скинули в комментарии на канал интересную ссылку, где указывается, что один из производителей, хотя на свои товары делает гарантию год, почему-то написано срок предъявления претензии 2 года. И как бы логика такая, да какая гарантия, год или два, и что это вообще за термин. Когда я начал разбираться, я сначала даже не обратил на это внимание, на то, что в глубинных документах написано гарантия это год, а на поверхности в памятках по использованию написано срок предъявления претензии 2 года. Я подумал, что это вдруг, я понял, а что это вообще за термин такой? Срок предъявления претензий. Это с какого это момента вдруг магазин нам начал устанавливать сроки предъявления претензии. Давайте коснемся, что по этому поводу вопроса. Коснемся вопроса, что по этому поводу говорит закон о защите прав потребителей. Он говорит, что покупатель в пределах срока гарантии и срока службы товара имеет право предъявить требования о возврате, обмене, ну и так далее. О возврате, конечно. Но можно и чинить, и ремонтировать, и так далее. Предъявить требования. Претензия в законе защите прав потребителей, в федеральном законе, она вообще отсутствует, как такой юридический термин. Претензия это бумажная фиксация вашего желания предъявить требования, понимаете? Это как бы воплощение на бумаге, в котором указаны просто конкретные технические детали. Кто когда купил, кто хочет вернуть, ну и все это зафиксировано, чтобы было просто удобно. Претензия это не требование. Так вот, вы можете предъявить требования в течение срока гарантии и срока службы. Окей, все запомнили. А претензию, или даже можно устно ее сообщить, вообще как хотите, по электронной почте. Вы просто должны быть уверены, что она дойдет до того, кому вы отправляете. Но лучше в письменном виде, конечно. И вот, что делают магазины? Они указывают некий срок предъявления претензий. Срок предъявления претензий. Какая логика? Вот два года вы можете им принести претензию, а потом, например, принесли после того, как используете товар два с половиной года. Принесли претензию, а вам говорят, а мы не можем принять вашу претензию, потому что срок предъявления претензий истек. Что? Это же просто невероятный очередной ловкий трюк по введению в заблуждение. Давайте сразу. Вы можете принести претензии в магазин вообще хоть когда. Даже когда у вас закончился срок эксплуатации товара. Например, со временем, во время эксплуатации товара вы обнаружили, что он что-то испортил у вас дома, нанес ущерб, скажем, каким-то вашим ценностям. И вы спустя пять лет пришли в магазин и принесли претензию о том, что товар нанес вам какие-то убытки и требуете их вернуть. Дальше магазин это рассматривает. Если магазин отказывает, дело идет в суд и так далее. Стандартные процедуры. Но вот вопрос. Вам что, магазин через пять лет не хочет отказать, просто взять ваши претензии? Да, конечно, нет. Вы можете приносить хоть когда, хоть какое время, даже после гарантии срока службы. Однако, часть людей, часть людей зайдут на сайт, увидят фразу «срок предъявления претензии два года». И что сделают? Скажут «Ерунда» и принесут претензию. И они молодцы. А другая часть людей, другая, она зайдет на сайт, посмотрит «срок предъявления претензии два года». И скажут «Ой, ну все, мы уже опоздали, вот у них официальный регламент не разрешает так больше делать». И они что? Не придут в магазин. Таким образом, магазин, используя такие ловкие формулировки, выдуманные свои правила, внутренние протоколы, которые ничего общего не имеют с законом. И с тем, как вообще делаются дела по защите прав потребителей в России, пытается, что магазин пытается? Он, конечно, не может так всех вести от себя, но часть людей, такими ловкими трюками, он от себя отсекает. То есть, одна только эта фраза уже может, там, 30% лишних людей убрать из тех, кто хочет вернуть деньги. А, эффективно? Эффективно. Вы скажете «Да нет, я принесу претензию, откажут, пойду в суд». Так, конечно, вы так сделаете и будете молодцы, а часть так не сделает, и часть просто ничего с магазина не получит, хотя магазин нарушит ваши права. Окей. Ну и давайте, как мы юридически отвечаем на этот аргумент? Срок предъявления претензий 2 года. Вы можете прийти в магазин и сказать «Магазин не вправе устанавливать сроки предъявления претензий». Окей. Но зачем спорить с магазином? У них своя позиция у вас своя, и мы знаем, что если позиции хозяйствующих субъектов отличаются, то кто из вас прав, рассудит суд. И это самая эффективная точка зрения. А как же прийти в суд, если у вас не хотят брать претензии, потому что придумали, что срок претензии 2 года? Ответ очевиден. Отправляем претензию по почте. Хотя можно просто прийти в магазин, дать им претензию и сказать «У вас срок предъявления претензии лишь 2 года, а вот уже прошло 2,5, ну вы мне сейчас ее подпишите и потом откажите, и посмотрим, что будет в суде». Ну типа подпишитесь, что приняли претензию, а потом просто выдайте отказ. «Я отказываюсь, потому что вышел срок предъявления претензий». Магазин может на это пойти, может не пойти. Если он даст вам бумажку с отказом, то все, сразу в суд и вы уже выиграли. Если он будет упираться до Талова, то, соответственно, почты России зашли на сайт, распечатали бланк описи, отправили заказным письмом. Примерно 220 рублей это у вас займет денег и все. И штамп сотрудника почты на копии описи будет вашим юридическим документом. Это очень важно. И суду уже будет все равно, принял магазин претензию или нет, есть у него сроки или нет. Вы отправили, вы свои задачи выполнили, вы как бы изъявили требования, смогли это зафиксировать в нужном порядке, и вы, опять же, легко выигрываете. Вот, поэтому давайте сделаем вывод. Не ведемся срок предъявления претензий. Полнейший чистый обман. Дезинформация, ведение заблуждения. Никогда не ведемся на такое. И спокойно знаем свои права, да. Если понравилось видео, что-то новое узнали, номер карты в описании, минимальное пожертвование, донат. Если вы мне его не скинете, то я буду дальше снимать видео. Если вы мне его скинете, то я буду дальше снимать видео. Я в любом случае буду снимать. Но, если вы меня поддержите, это частично окупает время на засадание видео, на распечатку всяких бумажек, изучение законов, интересных случаев. Вот такая мини-плата за то, что я занимаюсь вашим образованием. А? Понравилось? Нет, не плата дополнительная, а какая-то небольшая стимуляция, помощь, донат, пожертвование. Спасибо всем за внимание. Кидайте это видео дедушкам, бабушкам, девушкам, сыновьям, внукам, братьям, сестрам. Чтобы вас тоже не обманывали.